Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Литон ТВ, программа «Арбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии, как всегда, замечательные гости, мои коллеги, друзья, журналист Илана Михаэля и политолог Александр Цинки. Рад вас приветствую. Добрый день! Дежурный облюдок, говорится, по четвергам, формирование правительства. В очередной раз мы видим, как принято вульгарно высказываться, какую-то непонятку. Осталось буквально несколько дней до того, как у Иры Лапидо, лидера партии Ешатид, этот его мандат закончится на формирование правительства. Все пыжатся, все пытаются доказать недоказуемое. И все-таки Лапидо заключил, уже официально объявлено, заключил соглашение с партией Мерет, с партией НДИ. Они поделили шкуру неубитого медведя или это просто-напросто попытка повлиять на тех, с кем они еще ведут переговоры? Это может быть и то, и то. Вообще, конечно, любопытная очень ситуация, потому что реально у них нет 61 мандата. Нет и нет. И даже если придет случайно Беннет и Саар, то тоже не факт, что у них получится 61 мандат. Да, потому что есть уже. Не согласны. Вот именно. Значит, тем не менее, мы являемся свидетелями театрального представления под названием «Складываем коалицию». Знаете, как дети играют в кубики там или лего складывают, так сейчас господин Лапид складывает некое правительство. Ну, назвать его теневым тоже невозможно, потому что они не тени, они не за границей, они не в Сылке, они не в Шушенском, они тут среди нас. Но они правительство меньшинства складывают. Да, которое все равно, видимо, существовать и работать не сможет. Причем все время происходят какие-то поразительные метания ряда предполагаемых вселенных коалиции, в отличие от партии Абуда и НТИ, которые как бы договорились, как ты говоришь, поделились в шкуру неубитого медведя, господин Беннет мечется в сад вперед. Не далее, как час назад, как выяснилось, он встречался в неком Тель-Авивском отеле с Яйром Лапидом. Почему они встречались? Непонятно. То есть, понятно, наверное, все же говорить о выборах, хотя какие-то там его представители сказали, что эта встреча, которая была назначена уже давно, до начала военной операции в Газе, просто откладывалась. И вот случайно в кустах оказался роняль, и у них произошла эта встреча. С другой стороны, говорят, что господин Саар пытается повлиять на Беннета, что Беннет уже согласился пойти к Лапиду и составить, значит, вот это вот правительство в пику Натанияу. Но непонятно тогда, почему не идут переговоры с самим Сааром, и не идут переговоры напрямую. То есть, непонятно ничего, кроме одного. Все пытаются что-то выгадать. В данном случае, просто мне кажется, что как минимум достойно в плане своих прежних выступлений повели себя партии Абуда-Инды, которые, как сказали, так и сделали. Они не бегают туда-сюда, они вот сказали, что пойдут с Лапидом с партией Ашатит, и вот они консеквентно к этому стремятся. Да, и партия Америс. Но это, как бы, такой центр-левый блок. Получается, хотя то, что Либермана записали в левый, это одно из поразительных явлений израильской политики, но мы уже, по-моему, ничему не удивляемся. Саш, хотел тебя спросить, уточнить, скажем так, про партию Емина. Нафтали Беннет буквально на днях заявил, что мы не поддадимся давлению и будем делать то, что хорошо для страны. Вопрос в том, то, что хорошо для страны, он и его второй номер, Айалет Шагет, понимают одинаково или по-разному? Вообще, честно говоря, я вот, когда это смотрю, тоже вот эти все игры, начинаю вспоминать разные поговорки, басни, сказки, так, как бы, поэтому без обид. Вот на Беннета, когда я смотрю, я вспоминаю, что это загадку Буриданов-осёл, да? Вот, вот, то в эту сторону повернуться, то в ту сторону. И вот он, вот, как бы, никак не может определиться. В этом отношении Айалет Шагет, она, как бы, в общем-то, по-другому говорит. Она очень долго молчала, ей пришлось ответить Смотричу, но она, честно говоря, хочет, хотела бы, чтобы было правое правительство. Это она не скрывает и понятно. И сегодня вот эти все ссоры, то, что выступил Смотрич, наехал на Айамину, потом Шагет и Беннет ответили. О чём это говорит? Все думают о будущих выборах. Если они не произойдут 2-3 месяца, они произойдут в течение полугода. И вот этот правый лагерь, правый религиозный лагерь, за него надо бороться. И поэтому сегодня уже идёт борьба за это. Что хотят сделать? Что если даже партия Айамина пойдёт в коалицию с Мэрецом при поддержке партии РАМ, например, они пытаются объяснить, почему это происходит, и всё равно мы за правых. Более того, не секрет, что Элис Шагет встречалась с Гафней, с религиозными, как бы намекая на то, что было бы неплохо, чтобы вы тоже пришли и Смотричу, но если верить Смотричу, она ему тоже говорила, вы подумайте, а может быть всё же как-то объединиться. Но ты можешь себе, извини, представить вообще коалицию, в которой Смотрич и Мэрец будут сидеть в одном правительстве? Это нереальная вещь. Илана, извини, Саша, ты могла представить раньше, в конце 80-х, в начале 90-х, чтобы в одном правительстве были и Шамир, и Перес? Это было другое. Это было соглашение правительства национального единства в определённой ситуации. Я ещё хочу сказать, по поводу Сара, Сарам тоже не всё однозначно. Сар залез очень высоко на ёлку, и ему надо оттуда спуститься. Но мешают игрушки. И игрушки его, и его заявления. Три заявления. Первое. Я не буду сидеть в коалицию на Танягу. Я не буду сидеть в правительстве, если премьер-министр будет лопит. Я не буду сидеть в коалиции, если оно поддерживается партией РАМ. То есть, практически, если верить этим трем заявлениям, он не может присутствовать в этой коалиции. То есть, ему надо сначала отказаться. Если даже помните, когда он предложил президенту передать мандат Лапиду, была там определённая сноска. Но это не значит, что я поддерживаю правительство Лапида. Поэтому сегодня больше с Саром сейчас ведут переговоры, потому что Беннета ставят на закуску. Вот последним. Если получится, они его пробьют. Но, мне кажется, вот эти все войны идут... Цель основная такая. Наверное, кроме Лапида. Вести вот эту войну, наезды и так далее, и так далее, чтобы за эти 6 дней невозможно было успеть создать коалицию, и чтобы мандат передали в КНЕС. И тогда есть 3 недели, по-моему. 21 день. 21 день, 3 недели, если я не ошибаюсь, 7 на 3, правильно? В политике тоже. И тогда начнётся всё по-новой. Почему? Беннет что говорит? И шакет повторила. Говорит, да мы готовы идти в правительство. Правое. Если 59 есть, и вы обещаете нам, что за эти 3 недели вы найдёте 2 перебежчиков, и тогда у нас будет 61. Саша, извини. То есть, понимаешь, о чём речь идёт? Я понимаю. Было то же самое говорили ещё, когда был мандат у Натаньякова. Ну, ребята, вам не кажется, что это отвратительно? Отвратительно, ужасно. Это не то слово. Сказать, что это аморально, сказать, что это просто... Мы упали ниже плинтуса. О чём? Хоть кто-нибудь подумал о том, что хорошо для этого народа, для этой страны? Вот, и ты продолжишь. Поэтому, когда мы всё это видим, хочется сказать, да, мы же пойдём на эти пятые выборы. Но проблема-то в чём? Они ничего не изменят. Они ничего не изменят. Извини, я тебя перебил. Нет, всё нормально. Я тебя перебил. Возвращаю. У меня ещё один к вам вопрос. Дело в том, что те, о ком мы сегодня больше всего говорим, Овелид Шакет и Нафтали Беннет, во всех своих публичных выступлениях ни разу не обмолвились о том, что правительство, так называемое, правительство перемен сошло с повестки дня, а постоянно твердят только одно, о том, что мы не хотим пятых выборов. Означает ли это всё с точностью, да наоборот, по одной простой причине? Мы с вами знаем, есть такая замечательная наука на лингвистическое программирование, оператор не. Они не могут этого не знать. Они это всё знают. И когда они говорят нет, получается, что на самом деле да. Илана? На самом деле да, возможно, но они многим рискуют. Нет совершенно никакой уверенности в том, какой будет результат выборов для них, как, впрочем, и для ряда других партий. Поэтому на самом деле, может быть, конечно, мы можем сейчас заняться различными догадками по Фрейду, но я думаю, что в общем и целом им, конечно, лучше бы как-то сейчас пристроиться, потому что нет никакой уверенности, что учитывая метание Беннета справа налево и слева направо, учитывая наезды на него смотрящего, учитывая вот всё это беспокойство в правом национальном, так сказать, лагере, не факт, что он сможет добиться того результата, который у него был в этот раз, который тоже был няй-яй-яй, предположим, но лучше, чем предыдущий, когда он вообще не перешёл электоральный барьер. Поэтому я думаю, что тут дело ещё и в другом. Возможно, Беннета подталкивают его с подвижники к тому, чтобы он более активно проявлял своё желание вступить на должность главы правительства. Но есть люди, которые утверждают, что сам Беннет этого, в общем-то, и не хочет, и очень этого опасаются, потому что понятно, что такое решение может быть ловушкой. Если он провально проведёт эту каденцию, полкаденции, четверть каденции, я не знаю, что, он себе подпишет, конечно, приговор в политической жизни. Поэтому можно понять его колебания и метания. Я лет шокетно, его фоне выглядит более решительной дамой. Но мне лично до сих пор непонятно, чего именно она хочет. Хочет ли она войти в Ликуд? Хочет ли она быть опять министром, например, юстиции, как в прошлый раз? Хочет ли она в такую коалицию или в иную? Она ведь тоже периодически или молчит, или выступает с заявлениями, которые, с моей точки зрения, не очень понятны. Ничего не значат. Вот так бы я сказала. Саша, твоё мнение. Смотри, в общем-то, в народе сложилось такое мнение, что, ну, пятые выборы – это просто конец. Всё, Израиль, пятый выбор. Ты же самое говорили, когда были четвертые. А пятые ещё хуже. А шестые будут вообще от седьмых. А дальше что будет? Вот. Поэтому, что хочет Лапит, например? Я сейчас вот как бы назад. Лапит хочет сделать коалицию, со всеми договориться, и чтобы остался один Беннет, и вынеси это публично. Беннет, или ты идёшь в правительство, и тогда есть правительство. Если ты не идёшь, идём на пятые выборы. Ты виноват. Вот, чтобы все израильтяне слышите, видите, вот кто виноват, что мы идём на пятые выборы. Поэтому сегодня и Беннет, и Эльд Шакет, они вот это повторяют каждый день, что мы не хотим пятые выборы. Мы хотим, причём не важно, что уже они говорят. Мы хотим пятые правительства, но оно не получается. Мы не говорят уже, мы хотим правительство или коалицию перемен, потому что там как бы непонятно что. То есть, они могут говорить что угодно. Единственное, что надо, опять же, программируя всё население, говорить, что нет пятым выбором. Это должно в памяти остаться, что вот партия Ямина не хотела. Вот они этим и занимаются. Спасибо, спасибо за этот разговор. Остаётся только не буду напоминать, а просто вспомнить, что все за всеми этими выборами, разговорами, забыли, из-за чего или из-за кого у нас произошли вторые выборы. Спасибо, спасибо за этот разговор. И вам всего самого доброго. Живите в мире. До новых встреч. Смотрите Литон ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!